всем привет всем здрасьте дорогие друзья с вами кисель и настало время продолжаем тему реобзоров и на очереди сегодня у нас будет край там к 2 довольно интересный корабль если конечно камнем кое-что поменять я бы держал бы его себя как основу летал был на нем но есть некоторые грустные моменты ну что ж друзья с вас как всегда лайк подписчика колокольчика сме контент поехали ну давайте поговорим об этом корабле к насколько вы знаете корабль маневренный корабль быстрый я с инженерами он вообще прекрасен в плане всего вышеперечисленного касательно вооружения две тройки две двойки хорошо сводится это дело можно использовать естественно для себя также этот корабль показывает себя не только хорошо как боец если бы конечно у него было бы точно так же как у фердиланса и у мамбы 6 внешнего оборудования не 4 то тогда уже бы друзья я бы наверное исключительно на нем бы летал но к сожалению имеем то что имеем давайте-ка сейчас мы посмотрим что он может из себя представить в плане торговли и в плане майнинга перейдем к на кариолис в торговом варианте данный корабль может себе позволить перевозить целых двести двадцать восемь тонн груза но эти скажу так друг мой питончик в этом деле получше да потому что у питона не два шестых а три шестых но и питон это как бы питон в плане того сколько мы можем перевести на какое расстояние ребята 31 год этот корабль прыгает пустой без груза он будет прыгать полтос но тесте с инженерами с облегчением сенсоров и с увеличенной дальностью fsd шки но еще есть fsd в один который можно поставить это вообще отдельная история выбирая между этим кораблем питоном для торговли я как я говорю выберу питон что касательно майнинга тут нас получается два шестых это 128 тонн мы можем поставить три дрона различных это на два дрона на 3 на 3 в сумме получаем 7 дронов устройства переработки щиты генератора топливозаборник контроллер магнитного для генератора разведки ну и сюда естественно лизатор импульсных волну суть опять-таки в том то что питон в этом плане будет получше он больше сможет привести больше сможет накопать но края все-таки для этого дела тоже конечно же может подойти кстати прыжок тут груженый 31 год что тоже неплохо но это с обычным fsd в один но реобзор то не про это реобзор то про боевые фиты касательно основы для боевого фита данного корабля что он тут получается но естественно два варианта 2 по . призма там совершенно разные цифры на составите призму он то ребята заботьтесь тем то что поставить баночку с баночкой будет получше но банка счета имею ввиду и либо убирать один усилитель счета ставьте теплоотводную катапульту либо лазеры которые будут так сказать отдавать тепло но вы прогреетесь никуда от этого не уйти силовая основка 7 тут нас получается усиленный на евровой двигатель грязная настройка естественно fsd-шка по желанию можно ставить на дальность можно ставить обычную 4d на легкость распределить питание на быстро заряжающийся сенсоры а классы на облегчение и далее набор из линии щита стражи набор из линии что сразу же щита стражи это все понятно набор из линии корпуса вот у нас тут смотрите композит реактивной поверхностью и при этом он имеет надежный уровень и отражающая броня и одним усилительным корпусом и выравниваем тепловой резист но все же ребята тут как вам больше нравится потому что можно поставить так вот термостойкий можно потом добавить сюда экспериментал очкой на взрывчатый и получается уже ровные резисты а здесь закинуть скажем тот же самый второй корпус у второй усилитель корпуса но уже надежный так что ребята тут выбирайте как вам угодно но далее тут по вкусу можно еще усилитель или счета поставить можно еще топлива заборник поставить ну и различные мелочи даже скажем вот что у вас будет ждать в плане счетов у нас сейчас 1500 счета но слить ли счета не все в резист 2 на раздувку 2 в резист резиста как видите удобоваримые если мы ставим свой призматический щит то мы получаем уже где-то господи 2500 практически что тоже довольно неплохо резисты ну конечно да и еще не забывать то что будете ставить банку ладно это все конечно очень интересно но разговор у нас пойдет по поводу вот этого вот дела потому что здесь можно натворить много чего интересного учитывая то как сводится данное вооружение один так сказать из моих любимых вариантов сборки тут у нас получается что тут у нас получается две третьих эффективных плазмы с топливно-рельсовым снарядом и две рельсы тоже топливные прикол в том то что здесь топливный бак такой же как у анаконды 32 тонны поэтому этого дела нам хватит на гораздо дольше плазма у нас игнорирует большую часть резистов а рельсы хорошо пробивают конечно не как имперский молот но все же к имперском молотом и придем давайте смотреть на примере так сказать нашего и тончика насчет 3 1 2 3 но все же рельсы лучше использовать когда мы уже непосредственно пройдем через так сказать щиты перезарядка у плазма жирненький питончик главное не попасть ему в силовую рельсы да и мы греемся но не так чтобы прям быстро как вы можете обратить внимание при том то что у меня силовая сделана в жир все 46 секунд довольно неплохо а то что щиты у меня потекли это я случайно включил режим тихого хода пока летел сюда ладно давайте попробуем другие фиты потому что вариантов друзья повторюсь еще очень и много но не забывайте то что когда вы стрелять и фиксами это ребята я стреляю по неподвижной цели по ней ну как понятные гораздо проще попадать дробовики много дробовиков точнее залповых орудий тоже как вариант но не забывайте про то как они разлетаются в разные стороны говорю про снаряды дробины и можно конечно использовать миротворец но не только 3 размера поэтому ребята на свой страх и риск сейчас у меня стоит залпового орудия с грейдом именно двойной выстрел можно поставить и другие повышение скорострельности повышение урона и так далее посмотрим что у нас будет с двойным выстрелом но боезапас ребята будет уходить довольно быстро реально быстро на счет 3 стартуем 1 2 3 ну как видите плюс они без эффекта термического урона что тоже может сыграть довольно серьезно учитывая то что по счетам будет носить больше урона до урон здесь выше чем у плазма с рельсами но реализация данного урона возможно лишь только на очень очень близкой дистанции ну вот пожалуйста 28 секунд и примерно та же самая ситуация что было с плазмой рельсами за 46 но попасть из этого гораздо сложнее чем из предыдущего давайте-ка посмотрим еще возможной сборки еще один довольно неплохой вариант как по моему личному мнению это у нас три многостолки два пучковых лазера скажите классика я скажу да ну почти потому что что потому что многостолки у нас немножечко переделанные смотрите у нас многоствольные пушечки имеет такое вот дело усиленное орудие в 5 гаек и зажигательные боеприпасы у двух штук а другая многостолка просто усиленное орудие без зажигательных боеприпасов то есть получается урон по счетам мы будем проносить довольно нормальный после всего этого мы сможем хорошо работать так сказать по силовой противника потому что многостолка это многостолка вариант как по мне хороший но ребята у меня здесь гимбал а если у вас фиксы то это и дело еще лучше в плане вообще инженерии не многостольных орудий это либо усиленная бластер малого радиуса действия либо очень хорошая гайка как это ни странно это у нас увеличенный боезапас да тоже довольно неплохая штука ну давайте смотреть сейчас я чуть немножко отъеду и начинаем на счет 3 1 2 3 ну потихонечку потихонечку ковыряется но не так хорошо как с теми же залповыми орудиями с теми же рельсами плазмами и распределитель быстро заряжающийся довольно быстро у нас уходит и мы греемся довольно серьезно если мы стреляем просто из многостволов таких без теплоотдачи что ну очень так серьезно и обратите внимание как это долго потому что уже 34 секунды грустно уже 46 нет еще не 46 вот уже 46 мы уже проиграли плазме с рельсами но не забывайте то что это гимбал и и вы будете стоять постоянно с фиксами урон естественно будет выше ой как быстро греется капец вообще минута 7 секунд но это реально много не мой вариант но корпус тикает потихонечку на идет к минута 30 ну блин и при этом мы потратили довольно большую часть нашего боезапаса потому что ну ребят ладо я понимаю пвп это отдельная тема но в пвп там без разницы такая вещь как автономность а в пве автономность нам довольно важно как бы это странно не звучало давайте еще чем посмотрим ну давайте немножко поизвращаемся хотя мне кажется это довольно классическая схема то что мы будем использовать 5 плазм 5 плазм это конечно хорошо особенно к они топливные это прекрасно и посмотрим что у нас будет с нагревом и что у нас будет с уроном ну как быстро мы так сказать накинем давайте насчет три раз два три забыл их вместе поставить но не страшно нормально в принципе температура critical пишет но пока не прогреваемся и когда у нас заканчиваются боеприпасы и перезарядка идет у нас падает температура в принципе хорошо перезарядка которая все испортила 40 секунд ну даже 39 я бы сказал дополненно армора мы дошли фиты естественно данного питона везде одинаковые ну и конечно же это было наверное ну очевидно то что плазм покажет себя лучше всего остального в плане времени ибо резисты резисты еще раз резисты посмотрим рельсы имею проще гораздо попадать как никак рельсы они ну так сказать сделаны не по всем канонам тут у нас получается плане гайки прочное крепление чтобы уменьшить температуру а так я вам рекомендую ставить на дальнобойность давайте смотреть на счет три раз два три температуру температура поднимается вот уже нагрев пошел довольно серьезный ставить такое количество рельс ну не знаю даже и учитывая то время которое мы тратим на то чтобы пробить щиты я не вижу целесообразность данного использования но в купе с плазмой это довольно хорошая задача ой задача сборка потому что после как я говорил снятия счетов можем работать исключительно по силовой плюс не забывайте про экспериментальный эффект модуль сверх пробития но все же все же все же имперский молот в этом плане будет получше так у нас уже триста 40 градусов ё-моё время уже 50 секунд распределитель на оружие тоже плохо себя чувствует прям по 4 процента за выстрел до 25 выстрелов только лишь на счеты а это ребята лишь питон конечно такого питона вы не встретите потому что небес не летает настолько за инженерных кораблях но что будет большими кораблями которые встречаются у нас периодически в пиратских сигналах в зонах добычи непонятно так вот уже пошел корпус и корпус входит у нас по 6 процентов нет не по 6 зависимости от попадания в разную часть то как вы вынести модуль и процентов к другая минута 29 примерно столько же сколько и многостволки с пучковыми лазерами и да и совершенно бешеная температура шо капец твою мать у меня короче сбой маневровых двигателей и ой тут все все поломалось все просто все счеты случайно опять нажал на кнопочку тихого хода как видите 68 процентов осталось да а по модулем тут вообще просто кирдык и это я сам себя поджарил не рекомендую столько рельсу доставить это вам блин не анаконда пучковые лазеры конечно вы можете компоновать различные сборки в плане гайк экспериментальных эффектов но в данном случае у меня получается все они дальнобойные исключительно чтобы был полный урон на большом расстоянии плюс при всем при этом такой экспериментальный эффект как проводник тепла то есть при увеличении температуры моего корабля увеличивается собственно и урон давайте смотреть 1 2 3 и распределителю хана забавно да конечно урон повышается да да повышается ну такое все ребята ну такое компоновать данную сборку скажем с пучками над теплоотдачу не будет смысла проводника тепла ставить эффективное орудие вы сможете стрелять только лишь на близкой дистанции давайте-ка еще дадим ему слегка восстановить распределитель чтобы так сказать жарить по полной не забывайте то что когда вы будете биться с кораблями противника то корабль будет ну как бы маневрировать и так далее вы не будете зажимать гашетку полностью но все равно это долго и нагрев грустно все это грустненько не получится собрать такой же фит как у скажем корове то на пучках нет можно конечно но зачем когда есть вещи поинтереснее получше мы уже вышли за минуту а нагрев обратите внимание какой огромный да но корпус течет довольно быстро но уже почти минута тридцать и нет просто нет интересно когда корабль взорвется мой минута тридцать три примерно то же самое что с многостволками и примерно то же самое что с рельсами грустно грустно ребята правда я специально показываю такие фиты касательно того то что очень сильно греет ваш корабль и так далее что просто вы не тратили время они материалы на постройку такого дела обрали только лишь то что хорошо себя показывает в плане урона можно еще поразвлекаться кстати с орудием да не дальнобойное орудие вот именно большое орудие которое у него есть хороший экспериментальный эффект который позволяет снаряду когда он пробивает корпус взрываться внутри и наносить урон соседним модулем вот это вот конечно прям хорошая штука но у меня он только 4 размера да я летал с ним на маме я летал с ним на корвете с двумя штуками точнее но не забывайте про урон по щитам ладно так вот оказывается такое орудие у меня завалялось тут нас бластер малого радиуса действия что повышает урон который мы можем нанести и при всем при этом естественно снаряда большой мощности модификация преобразующая часть урона во взрывной благодаря чему снаряды могут повредить сразу несколько внутренних модулей случае пробития корпуса однако при этом приходится жертвовать скоростью атаки да 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 еще раз да но вместо лазеров я сюда буду ставить ускорители плазмы в размере четырех штук потому что ну как вы заметили лазер это что-то как-то на этом корабле не особо себя показывать в плане распределителей так далее а здесь распределителя хватало и на пять плазм может конечно что-то неправильно собрал но те все лазеры были получается у нас дальнобойные неэффективные но учитывая данный ствол вот с бластом с бластером малого радиуса действия сюда лучше стоять эффективные пучки потому что дальность боя у вас будет не такая что и большая и не потому что тут максимально далее срезана а потому что друзья хрен вы с этой штуки попадете на большом расстоянии плюс можно конечно поставить две третьих можно поставить одну третью две вторых и вот так вот но в большинстве случаев нам нужно как можно быстрее снять читы это делают очень хорошо плазма а дальше просто стреляем по силовой и выносим рядом стоящие модули а когда он наносим урон модулю то это еще идет в урон процентные корпуса как-то так это работает если они прав поправьте вылетаем смотрим давайте смотреть на счет три раз два три плазма такая классная штука пока мы его ковыряем давайте-ка найдем его так сказать силовую и будем стрель по ней да видим кончились снаряды распределителя хватает всего хватает это реально хорошо после снятия счетов будем работать исключительно по силовой потому что ну и хочется посмотреть как эта штука себя покажет ничего ничего странно об давайте посмотрим чем он творили внутри ну там рядом ничего особо не стояла силовая фсдшка 2 по . топливозаборник фсдшка на ботер набору слить ли щита и еще раз 8 процентов я думаю вы понимаете что будет дальше ну давайте вот чисто вот так вот покидаем по различным точкам патронов у нас много на эту штуку время особо засекать то тут не нужно потому что тут мы смотрим как это работает в купе с этим оружием внешне конечно не задеваем но все же нагадить мы можем так конкретно если мы поставим две такие то естественно выноситься все будет гораздо быстрее потому что шанс повреждения складываются друг на друга и так далее вообще орудие в этом плане довольно страшная хреновина кто бы что не говорил но это так усовщина так ясненько понятненько и сейчас прежде чем полететь на тестирование этого всего на ней писи я вот сижу и думаю что мне использовать плазму с рельсами просто плазму либо плазму с орудием плазму с орудиями как-то очень нравится потому что ну как бы я наношу довольно не слабый урон по внутренним модулям но прикол в том то что даже если полечу с орудием мне брать 4 плазмы 1 орудия либо 3 плазмы 2 орудия вот этот вот момент вот нужно сейчас вот обдумать потому что потому что но это же классно выносить модуля один раз попробовал и все не остановиться давайте все скажем спасибо мы июте который участвовал в этом деле за то что он выбрал время провести тесты и еще ему большое спасибо за то что этот парень из топливных крыс и помогает новичкам которые остаются без топлива это благое дело как-никак я постреляю не песенка в зоне добычи опасная тут у нас копающий ганшип моё почтение легенда просто легенда элитки копающий блин ганшип надо бы собрать такой потому что это уже не смешно кто-то меня сканирует а давно у нас в зоне добычи имеются фантомы отчет так быстро-то ладно хорошо сейчас быстренько выберем его силовую блин он плоский попадать по нему то еще конечно хочу он вообще не маневрирует так счетов нет сейчас посмотрим как работают наши орудия потому что ставку то я делал на них я поставил две штуки так хорошо работают я вам скажу чет подлагивает как-то здесь народу дофига что ли не бустуйся не бустуйся хорошо давай-ка еще разок меня не на модуль то мы выносим я сейчас специально тестирую именно еще закидывая дальнобойным орудием потому что штука то интересная почему дальнобойным я называю просто орудие не дальнобойная просто орудие перезарядка плазмы не вовремя но со средними кораблями будет все очень даже приятно как я вижу главное просто попадать по силовой да это проблема плоских кораблей то что попасть по ним довольно тяжко также с кобра еще с некоторыми с этой штуки только вблизи стрелять силовая вынесена идея мощность сейчас у него везде упала и следующее попадание будет грубо говоря критическое ну может произойти так сказать крит урон и взорвется что долго как-то с ним вожусь да взрывайся ты ё-моё чё там внутри у него штука рабочая блин против больших кораблей это будет прям хорошо а вот с такими ну такое короче мы его разобрали лан давайте найдем противника побольше ну вот примеру ой клипер что-то как-то я раньше плазму выпустил так как-то 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 она слишком быстро пошло у нас ну мы плазмы нормально по нему работаем щепа накидаем ему дальнобойного орудия и посмотрим что будет давайте еще один выстрел и смотрим чё с модулями раз на раз не приходится конечно и да я без банк и да против мяча строя да блин даже в таком фите с тремя плазмами нормально работаем по такой мелочи опа ган шип надеюсь те ребята не разберут меня за это время пока воду ган шипом заниматься а где он так он пропал нашелся щиты покоцаны ну давайте посмотрим как будет работать пушка наша точнее две нашей пушки так отлично половина счетов сносим за один высыл практически так хорошо хорошо еще раз отлично а мы его уже собственно вынесли нравится нравится и тончик давайте посмотрим что этот парень сможет нам противопоставить корабли такие как ночи корабль питомцам по себе он у него какая-то аномальная живучесть бывает временами но это на самом деле как повезет нет 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 моя моя штука но счеты плюс-минус 40 процентов за один выстрел но блин мне помогают не не хочу чтобы не помогали давай давай накидывать 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 смотрим пока его не уничтожили болен его уничтожили урон модулем мы наносим и ощутимый да вы чё угораете эрделанс в зоне добычи это очень редкий кадр 30 процентов за выстрел тихо 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 так баночку вот не надо свою ставить ладно блин ну конечно он не такой сильный как в пиратских зонах но все же давай не обратите внимание на распределитель он стоит по умолчанию мне хватает и распределителя и бустануться могу мне всего хватает да надо бы поближе так он что-то что-то скинул или чё адам не часто идут по . не призматические щиты то есть я без банок в охоту станутся как хорошо до маневренная хрень ничего не скажешь ну-ка с одного выстрела что мы ему сделали ну повредили много чего кстати чем корабль меньше тем у него более плотная компоновка тем по идее ему будет хуже от попадания такой штуки двумя просто в лицо нет не бустуйся не бустуйся не успел в клинче запустить в него только одной попали так на него один процент остался но по таким маневренным кораблям конечно стрелять такое себе еще не забывайте ребята то что есть фаов и все прелести жизни потому что ну как бы я до фаов и еще не дорос пока я не занимаюсь этим но рано или поздно ждите видос на эту тему а как он взорвался когда у него был один процент и были щиты очень странно ладно ищем здесь инаконду если я не нахожу то я лечу сразу в пиратскую зону меня тут за кадром одна гадость перехватила кроссейдер с ним кстати не было проблем но он почему-то даже не выпускал истребитель видимо и у него его не было с собой в общем анаконту я искал я сделал пять или шесть релогов на в соло на открытую игру и так далее нифига толком и это мне было поэтому пофиг летим сразу на пиратскую активность угроза уровня 6 что 6 что 7 что 5 честно разницы особо я не замечал что там противники довольно мощные что здесь и еще в плане фита тут как и было 2 по . и армора полторы тысячи полторы тысячи того полторы тысячи другого примерно там 1620 считаю и полторы тысячи короче хватит нам нормально даже если будут лазеры которые имеют как он называется инерционный удар который стреляет так сказать сквозь щиты и работает сразу по корпусу дам какая-то часть урона проходит давайте-ка вот наша кундочку на кундочку наша хорошенькая и сразу выберем ее силовую а как не подлетаем и давайте начнем бой с ней на близкой дистанции пожалуй и включим ночное видение что было хоть что-то видно вот это уже тяжело сейчас будет скорее всего она жирненькая так орудием стрелять по ней бесполезно пока что у нее счетов довольно много и лучше конечно ей в лоб не смотреть так нет конечно там корвет лучше себя покажет но коррета размером побольше учитывая то что сейчас 84 давайте-ка сделаем вот так вот 4 система 2 в оружие маневренности нам и так хватает бустоваться мы вряд ли будем нам сейчас нужно просто спокойненько отрабатывать плазмой пока она крутится благо попадать по такой большой туши можно совершенно без каких-либо проблем тем временем половина счета у нее уже потеряно по 5 процентов блин распределя хватает прям так нормально я скажу 30 процентов счета чтобы сейчас банки не было ну вот и банка да по мини черту называется стреляем стреляем можно в клинч главное снять щиты я не бустуюся скотина он несколько банок сульки ну за раз счет не пойму нет я тебя не отстану скотина опять банка да что ж такое то не хватает не хватает мне урона надо был наверно одно орудие ставить или два вторых и три плазмы третьих но это да ладно 17 процентов счета дата шо чтобы уже делать то скотина и такая банка за банкой самое худшее что может быть для нас учитывая размер нашего корабля учитывая то что мы не на призме и учитывая то что мы без банок и при всем при этом мы как бы еще держимся то есть 68 на час процентов но это еще не забывайте то что было много раз когда мы был таран ну клинч скажем так так еще чуть-чуть и будем уже работать по модулям вот теперь будет веселье смотрим чем мы повредили почти все не сильно конечно но почти все мы повредили нам бы зайти с такого угла чтоб силовой попасть можно было сверху либо снизу из пуза либо со спины о отлично 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 почти до попасть то еще задачка но мы держимся говорю было бы здесь бы 4 4 6 внешнего оборудования было бы вообще прекрасно в этом плане до можно добавить плазмой и не попасть могу так что-то там вынеслось нет просто взрыв и думал достану это мы с ней как-то очень долго возьмемся или я просто привык большим кораблям то что там все относительно быстро происходит ну просто еще суда поглядываю как-никак и стреляют так сказать сколько времени стрел только орудиями без плазмы ну чё-то мне это дело не нравится очень странно как-то получается вот щас 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 давай вот когда попадаем по силовой гораздо все веселее идет вот отлично мне просто такое расположение еще у всех кораблях и она по-разному у всех кораблей на по-разному расположен ну вот еще раз попали правда только судя по всему одним да ладно и почему она взорвалась видимо кританула силовая хотя там был еще три процента ну да ладно с этим мы тоже разбираемся конечно не так хорошо как со всем остальным но поверьте друзья место под так сказать призматические щиты и банки здесь есть сейчас у меня лишь только в 78 процентов силовой используется ладно полетели пинку я возьму задание то на пиратского лорда но я вам так скажу друзья рельсы со сверх пробитием 2 вторых и три плазма будет гораздо лучше прям на порядок но у меня нет имперского молота а хотелось бы посмотреть именно на нем потому что там ну немножечко по-другому работает скажем так и гораздо более приятно вот как будет то тогда да тогда пожалуйста ставьте можете поставить обычную рельсу с таким эффектом но будет не так хорошо если что посмотрите мне видео касательно этого экспериментального эффекта штука реально полезная прошибает корабль насквозь ну образно говоря но пока данный корабль учитывая мое неторопливое тестирование в плане я не особо быстро летал не бустовался смотрел как работает еще орудие помимо плазмы показывает себя довольно хорошо и мне нравится для зон добычи и пиратских сигналов в принципе он себя показывает очень даже удобоварима учитывая то что у вас еще будут баночки и призма будет вообще великолепно давайте-ка теперь посмотрим пиратского лорда потому что есть большие вопросы касательно фитая касательно всего убейте известный пират уровень опасности 8 должен быть до уровень опасности 8 лфт так-то цель принимаем вылетаем выполняем смотрим так друзья я не буду вставлять те предыдущие два раза как я пытался это дело сделать потому что в первый раз у меня не выдержала просто-напросто 2 по . она просто-напросто картонная второе там были как никак лазеры которые прошибают щиты и там было один фердиланд с 300 рядника это ребята было больно во второй раз меня перехватывала анаконда пока летела на сигнала я не придавал этому значения и когда я прилетел туда помимо 300 рядников и фердиланд со мне еще било конда но я уже был с призма я держался в районе трех минут или даже больше но этот счет как-то ну прям совсем давайте к еще одну попыточку потому что ну прям ну надо это дело доделать была не была и при этом я поменял фитецкий как видите больше стала плазмы вот конечно вот это вот это вот эти вот тарана это вот это вот это лукавого вот они нам сейчас вообще не нужны слушайте а хорошо пошло ну конечно я же вблизи стреляю айдь распорядителя не хватает быстро заряжающегося не хватает блин чё же будет когда мы до корпуса дойдем болинская сила да у меня есть банка и нету теплоотводных катапульт и лазеров отстаньте блин вообще все очень плохо все очень плохо ой сейчас скажи сгорим ну да и еще будем мазать конечно же как же без этого хорошо подставился да зараза 83 процента счета класс конечно же я косой да и он щелчу бустанется 50 процента счета у меня осталось смысле банка слышим мразота давай без банок а что-то я мажу либо это то что уже поздно либо фиг его знает чуть такое у меня сейчас как-никак почти пол пятого утра тихо 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 на те в лицо погреемся еще чего бы нет да да что что будешь делать зараза да ты скотина слушая я бы сейчас два раза попала было бы гораздо приятнее да ты так у нас что-то с мышкой наверное неслыханная просто так сбой плазмы пошел блин должны забрать должны забрать мало осталось мало да чё с упреждением я не пойму естественно умел бы я нормально на фаофе было бы скорее всего получше слушайте могу забрать могу забрать могу забрать могу забрать могу забрать естественно вы можете просто тупо напихать sua торпед и будет гораздо вам приятней то есть просто выбираете движки цели и стреляете из торпед которые будут выносить сначала силовую потом движки потом добиваете все мне хана ну блин ну почти ребят но я не знаю честное слово у вас скорее всего получится а я тут еще боевой пилот это конечно было грустно это было почти тетелька в тетельку но но не могу я через поделать теперь естественно если было бы 3 3 торпеда повторюсь которые имеют такую функцию как вышибание щита генератора и мы нацеливаем их на движки запускаем их разом какая-то определенная часть вышибая щита генератор потом после чего они работают уже по двигателям вышибают двигатели цель вращается а потом рельсами со сверх пробитием либо обычными рельсами работаем силовой потому что цель будет крутиться вокруг себя и ничего толком не сделает но 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 еще раз но вы будете ржать но сейчас пробовал еще и судьи по следам ребята они почему-то свалили я вообще не знаю с чем это связано но я был близок не был близок уничтожению но и был близок тому что просто развалиться друзья делайте выводы сами естественно у вас мои любимые пилоты у вас и руки лучше и фит лучше естественно у вас это получится с первого раза с первого захода даже на дух по точке использовать данный корабль зоне добычи пожалуйста использовать данный корабль пиратских сигналах 5 6 7 пожалуйста использовать данный корабль зонах конфликта тем более пожалуйста плюс этот корабль имеет хорошее сведение что великолепно сказывается на использовании антиксена этих как они господи зениток что дает ему возможность влетать в наземные зоны конфликта и на наземные базы и просто аннигилирует все что там есть также этот корабль можно использовать и против торгов довольно даже неплохо ну а вот пиратский лорд мне ребята извините не дался я с легкостью делал что на анаконде что на корвете что на катаре там кажется были проблемы с маневренностью на бустах только разворачивался но все же было все хоро шо и естественно 5 10 а вот тут чет какая-то засада либо из-за того что меня почти 5 утра либо из того то что я рак краб подписка дизлайк вот это все прочее научись летать прежде чем снимать ля-ля тополя а у меня на этом все друзья всем спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал жмахайте колокольчик в описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательные light dangerous и там ребята видосиков довольно 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 при довольно много плюс многие видосы я структурировал в различные отдельные плейлисты примерно 1 4 1 5 от того что отснято и вас ждет примерно 21 плейлист описания обзоры кораблей топа кораблей материалы данные стражи торго и да много чего интересного много чего полезного все-таки общая информация общие все вот это представление находится в одном большом плейлисте по элитке плюс будут ссылочки на социальные сети такие как инстаграм группу vk дискорд сервер и телеграм-канал где публикуется информация выходящих видео непосредственно в день их релиза друзья также в телеграме дискорде имеется чат и что вы могли общаться друг с другом на различные темы касается различных игр и так далее искать всяком пашку чтобы играть хоть в доту хоть в каэску пожалуйста плюс моя эскадрилья получила минорную фракцию что это означает у нас есть своя система если космопорта и станции мы расширяемся если хотите в этом деле поучаствовать то вам в дискорд там подробные правила эскадры и так далее но осталось лишь получается 59 мест до ограничение в 500 человек увы и еще такой момент пишите какие обзоры вы хотите видеть на канале какие игры какие гайды какие стримы спасибо а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok